Избил детей и был задержан. СОБР зашел в игорный клуб. Пожар у бывшего хлебозавода и легковушка залетела на бордюр. Привет, друзья! Это место происшествия. С вами Михаил Ивагин. Мы собрали для вас лучшие видео и новости к этому часу. Ну а кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и телеграм-канал. Полиция задержала 39-летнего жителя Посегова Станислава, который сбил двух мальчиков на детской площадке. Напомним, вечером в понедельник 8-летний Максим сидел вместе с другом Ярославом на карусели. Разневанный мужчина подошел к детям. Схватил Максима за волосы и ударил головой о металлический поручень. А его друга пнул ногой. Связавшись позднее с этим мужчиной, я его спросила, что случилось, почему вы обидели моего ребенка, какое право вы имели поднимать на него руку. Ведь он, говорю вам, ничего не делал. Он сидел отдельно, не дразнился, не задирал, ничего. Сидел спокойно с телефоном. Он сказал, извините, он просто попался мне под горячую руку. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье хулиганства. Станислав находится под подпиской о невыезде. Эффектным ударом ноги бойцы СОБРа зашли в игорный клуб в Слободском. Полицейским стало известно, что 28-летний житель Кирова устроил в нежилом помещении на улице Гоголя мини Лас-Вегас. Азартные слобожане крутили там виртуальную рулетку на компьютерах, а организатор получал вполне реальные деньги. Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии пресекли незаконную деятельность. Изъяты компьютеры, интернет-оборудование и наличные деньги. По собранным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Сейчас владельцу Слободского казино грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, как показывает судебная практика, любителям заработать на азарте дают условно и штраф с компискацией денег и оборудования. Сегодня утром на Октябрьском проспекте у здания бывшего хлебозавода вспыхнул пожар. Очевидцы заметили густой дым и вызвали сотрудников МЧС. Как выяснилось, горело не само здание, а рядом лежащий мусор. Сейчас по факту пожара идет проверка. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Возможно, кучу мусора кто-то поджег. Ну а теперь об авариях. На улице потребка операции «Солнечное утро» началось с ДТП во дворе. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина-водитель темного кроссовера по известной только ей причине на парковке поехала задним ходом. Хотя единственный выезд был только впереди. Дама протаранила седана, потом решила вовсе отменить поездку. Посовещавшись с семьей, они вместе ушли с места аварии. По словам владельца седана, он сам нашел виновницу ДТП, но извинения от нее не услышал. В чате дома мужчина написал, что дама не оставила даже записки. И это видео она публиковала в качестве профилактики подобных нарушений. А на улице Московской камера видеонаблюдение запечатлело, как водитель белой легковушки заехал на газон. Судя по видео, шофер так разогнался, что не сразу заметил, как другие автомобилисты остановились у светофора. Он не стал тормозить, врезался в бордюр и выехал на газон. В таком положении автомобиль простоял около пяти часов. В полночь на место аварии приехали сотрудники ДПС. А на перекрестке улиц Боровского и Попова сегодня столкнулись БМВ и Киа. Водитель Киа перестраивался направо и не заметил попутный автомобиль БМВ. Стоило немножко подождать, и аварии бы не произошло. Ну и еще об авариях. Участники ДТП на перекрестке улицы Московской и студенческого проезда ищут очевидцев аварии и видеозаписи с их видеорегистраторов. У них разногласия в извечном вопросе, кто виноват. Подробности этого и других дорожных происшествий в нашем обзоре аварий. Это произошло 29 мая примерно в 14 часов. Водитель 12 модели ВАЗа выехал на перекресток, чтобы развернуться, и столкнулся со встречной Ладой Гранта. Пострадавших нет, есть спор, кто на какой сигнал светофора ехал. У каждого своя правда. Участники ДТП ищут видеозаписи с моментом аварии, которые помогут водителям определить, кто из них лукавит. На перекрестке улиц Лепси и Северосадовой столкнулись «Жигули» и «Митсубиси Аутлендеры». В результате ДТП на дороге образовался небольшой затор. А это авария напротив дома 38 по улице Монтажников. Здесь газелист хорошенько разогнался и протаранил заднюю часть минивэна. Пострадавших нет. По такой же схеме произошло ДТП на Октябрьском проспекте. Столкнулись два представителя автоваза. Дистанцию не соблел. «Икс-Рей» и «Веста», да? Давай, говорит, я тебе пять тысяч дам и разъедемся. Сергей Пичугин, место происшествия. Топ народных видео мог легко сработать в минус доставщик еды на проспекте строителей. Он торопился выехать от обочины и не заметил машину с камеры. Один маневр мог оставить доставщика без зарплаты. Посмотреть заранее в зеркало заднего вида всегда дешевле. А на улице Азина лобовое ДТП едва не спровоцировало водитель Джили с красивым номером. Нарушитель торопился повернуть налево и выехал на встречную полосу. Любишь рисковать? Готовься к ДТП. Видимо, даже не догадывался, что может получить лишение прав на полгода за выезд на встречную полосу водитель Нивы на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Преображенской. Шофер очень торопился и решил сократить путь. А может, у него уже и нет прав? В незавидной ситуации оказалась девушка на улице Лепси. Ее дважды могли сбить на пешеходном переходе. Сначала водитель Калины, а затем дерганный шофер на внедорожнике. Бдительный пешеход Живой пешеход Чего только не увидишь по дороге в Слободской. Например, владелец регистратора запечатлял наглого водителя гольфа. Он ездил по дороге зигзагами, пересек сплошную линию разметки и гонял по обочине, не боясь встречного ДТП. Вряд ли это смельчак. Скорее, безумец. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. А если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер, а вот наша почта. Мы ждем ваших видео. Будьте внимательны и осторожны. До свидания.